Почти два года назад я выпустил топ-10 лучших игр о Человеке-пауке. Это одно из самых популярных видео на моем канале, под которым оставили более полторы тысячи комментариев. Большинство из них это упреки меня в том, что я слишком резко отозвался о том или ином проекте. Ну и, как вы наверняка уже догадались, потому что я решил начать это видео с обсуждения комментариев того ролика, очень много людей негодовали от того, что я в свое время проехался по третьему пауку. И вот прошло два года. И знаете, сегодня я подробно расскажу вам о третьем пауке и попытаюсь максимально понятно объяснить, почему этот проект не заслуживает вообще никакого внимания. Я уверен, что к концу ролика у вас не останется никаких сомнений в том, что Человек-паук 3 это одна из самых худших и одна из самых халтурных игр об этом супергерое. Spider-Man 3 The Game вышла в 2007, спустя год после начала нового консольного поколения. Конечно, хоть ее и выпустили на все существующие платформы, нас с вами интересует версия для PS3, Xbox 360 и персональных компьютеров. Стоит сказать, что Activision вспомнила, что у них есть ПК-аудитория, которой, мягко говоря, не очень понравился тот огрызок, скинутый им в 2004. В этот раз все было по-честному. Нормальная, взрослая, настоящая версия игры. Правда, как обычно, не обошлось без проблем. Портировать игру портировали, а вот об оптимизации как-то забыли. Тем не менее, ПК игрокам досталась та же игра, что и консольчикам, созданная студией 3Arch, ответственная за лучшие проекты про Человека-паука. Это Человек-паук 2 для консолей и Ultimate Spider-Man. Однако, в этот раз у них чего-то все совсем не задалось. Даже не знаю, с чего начать. Но давайте по традиции с сюжета. Итак, как и в любой другой игре про Человека-паука по фильму, у нас тут имеется история, развивающаяся во время событий картины. Однако, как и всегда, берет она из первоисточника лишь основные моменты, а все остальное, это выдумка авторов с добавлением кучи других злодеев и персонажей. В Человеке-пауке 3 авторы решили себя не сдерживать и засунули в игру практически каждого маломальски известного героя вселенной Питера Паркера. По сюжету, помимо трех злодеев фильма, вы встретитесь со Скорпионом, Носорогом, Крейвеном, Кингпином, Ящером, поучаствуете в разборках трех уличных кланов и сделаете много чего другого, что абсолютно неинтересно. Понимаете, тут получилась вот какая ситуация. В погоне за количеством авторы напрочь забыли о качестве. В Человеке-пауке 3 вы, вы вот только вдумайтесь, 10 сюжетных линий, 10 на 42 миссии. Это получается по 4,5 миссии на раскрытие каждой сюжетки. О чем тут можно вообще говорить? Все истории не вызывают никаких эмоций, ничем не удивляют и между собой связаны очень посредственно. Хотя, знаете, местами удивляют своей глупостью или даже иногда тупостью. Вот вам пример из практически начала игры. В Нью-Йорке появляются огромные ящерицы. Джеймисон дает задание Паркеру сделать их снимки. Вот мы выходим на улицу и Паркер решает сделать снимок мужчины в костюме ящерицы и на полном, на полном серьезе берет и относит его к Джеймисону. Вау, да это прям Питер Паркер, которого мы все заслуживаем. Паук здесь не задает лишних вопросов. Паркер всегда соглашается что-то выполнить, не уточняя никаких деталей. В плане героя тут халтура в чистом виде. Что касается сюжета картины фильма, тут ему уделено вообще меньше всего времени, только три уровня. Более того, тут все настолько халтурно написано, что даже не знаешь куда кидаться в поисках хоть чего-то качественного. Вот вам два примера. Первый. По сюжету игры у Эдди Брока все прекрасно в газете Дейли Багл. Его не предают публичному осуждению. Питер не уводит у него девушку, так как Гвен просто нет в игре. У него все в порядке в финансовом плане. И единственный раз, когда Человек-паук сталкивается с Броком, он бьет его по лицу. И после этого Брок захватывает в заложники маленькую девочку, чтобы при помощи шантажа привлечь на свою сторону Песочного Человека и убить Человека-паука. У него не было никаких причин на это. Или вот еще лучше. По ходу истории нам надо будет четыре раза покатать на паутине Мэри Джейн. Послушайте, как заканчиваются, скажем так, эти поездки. Но перед четвертой у нас включается катсцена, в которой Мэри Джейн говорит Питеру, какой он мудак и как она его не любит. Почему? Зачем? Отчего? Никаких ответов и причин следственной связи. На вас вываливают гору знакомых злодеев, не раскрывая и не развивая вообще никого. Вам не кажется, что это тактика в никуда? И тут вы можете мне сказать, подожди, ну да, и рассказывать сюжет фильма, и показать других злодеев непросто, но быть-то тогда как, умник. Отвечаю, да не делать столько злодеев, а событиям фильма уделить больше внимания. И свою позицию я подкрепляю Человеком-пауком 2 для консолей, где была хорошая история, соединявшая все сюжетные линии друг с другом и не имевшая дыр. А все потому, что там из злодеев были только Мистерио, Шокер, Носорог и Доктор Исминог, а количество сюжетных линий ограничилось тремя-четырьмя. Запомните, много не значит качественно. Хотя, если вы фанат Человека-паука, то вы как никто другой знаете об этом правиле. Но вернемся к игре. И ладно бы, хотя на самом деле никакой не ладно бы, это все-таки важный аспект, но даже с этим, пускай сюжетно все вяло и скучно, но быть может эти истории берут своей постановкой? Битвы с боссами интересно оформлены, да черта с два, скука смертная, локации сделаны и сконструированы максимально серо, убого и бедно. Битвы с боссами это вообще какой-то кошмар, так как разработчики выкрутили уровень здоровья злодеям до каких-то заоблачных цифр, и получилось так, что их приходится колотить по 15-20 минут реального времени. И ладно бы, это были интересные 15-20 минут, но нет, у нас тут тупое, простите за выражение, задрачивание одной и той же кнопки. Никаким разнообразием, никакой оригинальностью, которые, между прочим, были в прошлых проектах про Человека-паука, тут и не пахнет. Хотя, разработчики добавили тут одну механику, но о ней мы поговорим в самом конце, ибо она, ох, как заслуживает отдельного разговора. Сюжет, интересные персонажи, интересные ситуации, всё это тут на низкосреднем уровне качества. Что касается анимации катсцен, то, ну блин, ребят, я это даже комментировать никак не могу. Вы сами сейчас всё видите на своих экранах, это нельзя описать приличными словами. Более того, вы посмотрите на сиджайные катсцены, они должны отличаться от обычных, внутриигровых, но нет. Тут их сделали на движке игры и зачем-то обработали, но по качеству-то у нас то же самое. Ах да, ну и чтобы полностью закрыть тему с сюжетом, пару слов об актёрах озвучке. Они тут никакие. Магуайр, Данст, Франко, Хейден Чорч и другие просто отрабатывают свои контракты, скучно зачитывая данные им реплики. И единственные, кто тут стараются, это Джей Кей Симмонс и Брюс Кэмпабл, которому досталась роль рассказчика. Остальные уныние, тоска и болото. Что же у нас тогда по геймплею? Ну, чтобы не продолжать лить один негатив, давайте начну с хорошего. Полёты на паутине. Вот это действительно одна из лучших вещей, что есть в данной игре. Правда, если полёты на паутине одна из лучших вещей во всей игре, то о качестве этой самой игры стоит серьёзно задуматься. Но не об этом. Действительно, они реализованы очень неплохо. Паук цепляется за здания, может выписывать различные кульбиты, чувствуется физика самих полётов, их реалистичность. Единственный минус это камера, скачущая туда-сюда как сумасшедшая. С ней вообще во всей игре дикие проблемы. Она крайне злобно настроена по отношению к игроку. Постоянно скачет, может залазить на стены, улетать в странные места, не умеет перемещаться за спину паука, когда сзади него какое-то препятствие. И вообще, ведёт себя исключительно так, чтобы вызвать раздражение у игрока. Ну и не отходя далеко от кассы, хочется похвалить сам Нью-Йорк, созданный разработчиками. На момент 2007 года выглядел он весьма недурно. А далее у нас идёт боевая система, которая выглядит весьма эффектно, но на деле представляет из себя скучнейшее нажимание двух кнопок по очереди. В игру была добавлена механика Bullet Time, позволяющая замедлять время и уворачиваться от врагов. Так вот, без неё вы не сможете победить боссов. Они тут слишком сильны и драться придётся очень долго. Но с ней, с обычной шантропой, вы расправляетесь за пару секунд, ибо те просто не в состоянии вам ответить. Итог, в драках нет никакого накала, а если играть без этой механики, то это, опять же повторюсь, скучнейшее нажимание двух кнопок по очереди, так как враги недостаточно умны, чтобы вам что-то противопоставить. Анимации очень часто топорные, западают или не срабатывают. Модели персонажей это тихий ужас. Кроме Человека-паука, все остальные выглядят как какие-то уродливые болванки. Особенно это касается моделей людей и главных персонажей в их, скажем так, человеческом обличии. После прохождения половины игры у вас меняется костюм. Однако тут мне особо и нечего сказать. Удары становятся сильнее, появляется рейдж-режим, да и всё. Никаких особых отличий у двух костюмов-паука нет. Теперь пару слов об открытом мире и квестах в нём. Тут особых отличий, опять же, от предыдущих игр про Спайди нет. Те же драки с бандами, погони за машинами, гонки, собирание жетонов и так далее. Появились и новые разновидности занятий, вроде сопровождения полицейских машин и катания на паутине Мэри Джейн. И всё бы ничего, но только кроме сильнейшей зевоты это ничего не вызывает. Ммм, так интересно летать на паутине с МД по три минуты, собирая сердечки. Вау, сопровождать копок по пять минут, за которые будут две-три драки. Ого, это прям круто, чувствуется мощь. Ещё тут сам Нью-Йорк поделён на различные районы, которые находятся под влиянием той или иной банды. Как вы можете угадать, районы можно очистить. Ну и в качестве вишенки на торте я хочу обсудить с вами квик-тайм-эвенты. Для тех, кто не в курсе, это механика, когда вам необходимо быстро нажать ту или иную клавишу, чтобы персонаж сделал то или иное действие во время катсцены. Ах да, ну по сути, это интерактивная катсцена. В играх, к счастью или к сожалению, решайте сами, разработчики используют её не так уж и часто. Однако у нас с вами есть примеры того, как её надо реализовывать и как не надо. Чтобы понять, как надо, нужно усвоить лишь одно правило. Квик-тайм-эвенты должны прощать ошибки и создавать вариативность. В Человеке-пауке 3, если вы нажали не ту клавишу, то готовьтесь проходить катсцену заново. Вы можете мне возразить, ну и ладно, во второй раз получится. Но если вы играли в третьего паука, то вы помните, как там реализована эта система. Тайминги задавал сам сатана, потому что у вас иногда есть только доли секунды на принятие решения. Сколько же нервных клеток в детстве я сжёг, проходя финальную миссию. Что же, пора подводить итоги. Знаете, раньше, когда было засилье игр по кинолицензиям, я часто видел в журналах или слышал от журналистов фразу, что мол, ну конечно, перед нами полный отстой, но для фанатов сойдёт. И знаете, такая формулировка, как мне кажется, должна быть оскорбительна для этих самых фанатов. Потому что в первую очередь по любимому ими материалу делают халтуру. Человек-паук 3 это халтурный продукт, сделанный без особого старания и энтузиазма. И это чувствуется. Чувствуется во всём. Начиная от сценария, постановки сюжетных миссий и проработки персонажей, заканчивая некоторыми геймплейными механиками и занятиями в открытом мире. И если учитывать все игры об этом супергерою, вышедшие с 2000 года, да или даже хотя бы в то же время, что и Третий Паук, то перед нами, безусловно, худшая игра о Человеке-пауке. Что же, ну а на этом всё. Если вы согласны со мной или наоборот не согласны, обязательно оставьте своё мнение в комментариях. Если не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Мне это очень важно. Ну и про лайки не забывайте. Всем удачи и пока.